Добрый вечер, студия Тимур Бекморзин. Время реальной экономики и время поговорить о темах, которые волнуют всех без исключения. Сегодня как раз такой случай, ибо в фокусе внимания у нас ипотека. А это не просто ключевая для строительного сектора сфера. Отрасль, которая показывает невероятные темпы роста, затрагивает миллионы наших сограждан. Ипотека настолько популярная тема, что нередко становится поводом для шуток и народного фольклора. Приведу только малую часть этих перлов. Крепостной рабство в России никто не отменял, шутят аналитики. Просто сегодня оно существует в форме ипотеки. Разработан самый грозный предупреждающий дорожный знак. Внимание, инспектор взял ипотеку. Ничто так не укрепляет семью, как ипотека на 25 лет. Смех смехом, но есть показатели более чем серьезные. Фактические темпы роста, количество семей, улучшивших свои жилищные условия посредством ипотеки, динамика, количество выданных ипотечных кредитов и так далее и тому подобное. Все эти показатели говорят нам о том, что Россия переживает сейчас настоящий ипотечный бум. В этом есть свои несомненные плюсы для строительного комплекса и экономики. В целом есть и определенные риски, опасения, которые высказывают отдельные эксперты. Мы поговорим сегодня обо всем. И если после просмотра этой программы у вас появится желание дополнительно изучить ипотечные программы и продукты, внимательнее посмотреть на свои действующие условия ипотеки или же вы задумаетесь об улучшении жилищных условий, тогда я буду считать миссию конкретно этой программы выполненной. Итак, мы начинаем. Смотрите сегодня в программе «Реальная экономика». Рынок растет, развивается. Ставки у нас уже на протяжении полутора лет. Ипотечный бум в России. О чем нам говорят цифры и что думают на этот счет эксперты? Молодые родители также смогут использовать материнский сертификат в качестве первоначального взноса. Татарстанские банки в тренде. Какую линейку ипотечных продуктов они сегодня предлагают? Программа «Особая ипотека» позволит вам приобрести место для машины или офис для вашего бизнеса под низкий процент. Программа «Особая ипотека» от банка «Аверс» расскажут специалисты банка. Прежде чем анализировать современные тенденции развития строительного рынка и сферы ипотечного кредитования, давайте напомним историю вопроса. Факт общеизвестный. Само понятие ипотека появилась еще в Древней Греции, в Афинах в начале 6 века до нашей эры. Залогом в то время служили земельные владения должника. На границе его владений ставили столб с надписью о том, что указанная собственность служит обеспечением претензий кредитора в наименованной сумме. На этом столбе отмечались все долги собственника земли. Столб и получил название «ипотека» от греческого «подставка», «подпорка». Итак, с теорией разобрались, теперь поговорим о современной практике. По своей сути, нынешняя ипотека мало чем отличается от древнегреческой. Это залог недвижимости под выдаваемый кредит. Причем залог, служащий основанием этого кредита, не передается кредитору, а остается в собственности должника. Самый распространенный вариант использования ипотеки в России – это покупка квартиры в кредит. Закладывается при этом, как правило, вновь покупаемое жилье, хотя можно заложить и уже имеющуюся в собственности квартиру. Остановив свой выбор на ипотечной системе кредитования, необходимо сделать только первоначальный взнос, составляющий, как правило, от 10 до 30 процентов от стоимости квартиры. Остальную сумму покупатель получает от банка в качестве ипотечного кредита. Срок возврата кредита на покупку квартиры в среднем 10-15 лет. Теперь немного общей статистики и краткий анализ мировых тенденций на ипотечном рынке. Как считают многие эксперты, именно ипотечный кризис 2007 года в Америке потянул за собой кризис во всем мире. На сегодняшний день многие фирмы еще не восстановились. Если раньше срок кредитования мог достигать 30 лет, то сегодня большинство банков не рискует выдавать ипотеку на срок более 15 лет. Также в Америке раньше нормальной практикой была выдача кредита без первоначального взноса. Сейчас банки предпочитают брать 10-20 процентов от общей суммы займа. К слову, средняя процентная ставка в США составляет 6 процентов годовых. Эксперты компании Penny Lane Realty составили рейтинг стоимости ипотечного кредита в 60 странах. Сравнению подвергли средняя процентная ставка, ежемесячный износ и итоговая стоимость жилья с переплатой. За основу расчетов был взят стандартный кредит в размере 122 тысяч евро. Это около 5 миллионов рублей на 20 лет с первоначальным взносом от 30 до 40 процентов от общей стоимости квартиры. На первом месте самым щадящим ипотечным кредитом оказалось Дания, где при средней ставке 1,36 процента заемщик переплатит за квартиру всего 14 процентов. Уже рассмотренные США, Германия, Япония занимают 15, 8 и 20 места соответственно. Россия оказалась на 47 месте. Если сравнить условия ипотечного кредитования у нас и в развитых странах Запада, понятное дело, сравнение это будет не в нашу пользу. Но здесь важно посмотреть на историю вопроса и посмотреть на нее нужно в динамике. Как развивался рынок ипотечного кредитования за последние 20-30 лет? Как менялись условия кредитования? Сами ставки кредитов? Как мы выросли по количеству выданных ипотечных кредитов? Мы много анализировали этот рынок, смотрели цифры, но по-моему один из самых качественных и информационно емких анализов сделал президент страны Владимир Путин в своем послании федеральному собранию. Путин, как известно, уделил этой теме особое внимание. И давайте послушаем, что он сказал. В 2017 году 3 миллиона семей в России улучшили свои жилищные условия. Теперь нам необходимо стабильно, обращая внимание, впервые в истории современной России выйти на уровень, когда ежегодно не менее 5 миллионов семей улучшат свои жилищные условия. Это сложная задача. Прыгнуть с 3 миллионов до 5. У нас вот в этом году было в прошлом 3,1 процента, а 3,1 миллиона, а нужно 5. Но это решаемая задача. Вижу три ключевых фактора повышения доступности жилья. Первое – это рост доходов граждан, об этом я говорил, мы должны это обеспечить. Снижение ставок ипотечного кредитования и, конечно, увеличение предложений на рынке, на жилищном рынке. Напомню, сейчас это уже подзабылось, но напомню, что в 2001 году по всей России было выдано, как вы думаете, сколько ипотечных кредитов? 4 тысячи. 4 тысячи ипотечных кредитов. Ставка доходила до 30 процентов, в том числе в валюте. Более половины, кстати, кредитов и выдано было в валюте. Воспользоваться ипотекой могли единицы. В прошлом году, уважаемые коллеги, выдано около миллиона ипотечных кредитов. В декабре средняя ставка в рублях впервые опустилась ниже 10 процентов. Разумеется, мы это знаем тоже хорошо, в каждом конкретном случае стоимость, другие условия кредита индивидуальны. Но в целом нам нужно и дальше снижать среднюю ставку до 7-8 процентов. Мы долго спорили, какую цифру назвать вот с этой трибуны. Но стремиться нужно, безусловно, к 7 процентам. Итак, за последние 20 лет Россия сделала просто невероятный рывок. И даже если мы посмотрим динамику пяти последних лет, мы увидим, что рынок ипотечного кредитования имеет все перспективы к росту. Судите сами, доля сделок на рынке жилья в России с использованием ипотеки выросла с 55 процентов в 2014 году до 74 процентов по итогам 2017 года. Еще один важный ориентир – выдача ипотечных кредитов. Было определенное снижение в 2015 и 2016 году, но в 2017 мы уже вышли на российский максимум по выдаче ипотечных кредитов в новейшей истории страны. Но еще один ключевой показатель – средние ставки по ипотечным кредитам в рублях. Он различается для новостроек и вторичного жилья. Посмотрите, какое существенное снижение только за один год. С 11,4% для новостроек в 2016 до 9,7% в 2017 и с 12,7% для вторичного жилья до 9,9%. Напомню, это средние показатели по стране. Тем не менее, в Татарстане ситуация аналогичная. С чем связан ипотечный бум в России? Как его нам воспринимать? Насколько велики риски превращения ипотечного бума в ипотечный кризис с учетом незначительных, прямо скажем, темпов роста реальных доходов населения? Каковы перспективы рынка в Татарстане? Послушаем мнение профессионалов. Ипотека у нас развивается достаточно хорошо. То есть ставки у нас уже на протяжении полутора лет падают. То есть на сегодняшний день средняя ставка по ипотеке, по коммерческой ипотеке, порядка 9%. То есть есть предложения даже ниже, там 8,5%, 8,2%, 9%, 9,5%. То есть ипотека падает и спрос на ипотеку растет. То есть мы видим, что количество сделок с ипотекой на сегодняшний день достигает уже 60% и идет еще дальше. То есть 60%, 65%, 70% в различных сегментах. То есть ипотека достаточно хорошо дала прирост. Большое спасибо вообще самой системе банков и на ВНЦБ, регуляторам, которые выступают, что снижаются ставки. Как ключевые для коммерческих организаций, соответственно, более доступные кредиты становятся. И, естественно, ипотека. Рынок растет, развивается. Также очень хороший спрос и количество сделок демонстрирует первичная недвижимость. То есть мы видим, и многие застройщики даже говорят, что они выполняют свои планы. То есть количество квартир на первичном рынке достаточно много в продаже. У нас сейчас в прошлом году, в этом году очень много домов строится. То есть объемы очень большие. Продвожение, то есть и спрос тоже большой. То есть квартир покупается достаточно много. С 1 июля вступает в силу новый закон, то есть изменение в долевое участие, плавный переход от долевого участия к проектному финансированию. То есть те дома, которые начнут строиться во второй половине 2018 года, они уже попадают под этот закон, как минимум застройщики будут вынуждены поднять цены. Минимум на 5%, но в среднем, я думаю, процентов на 10-15 у нас первичный рынок вырастет в цене. Это связано именно с изменениями в законодательстве. И этот фактор дополнительно еще оказывает влияние на вот это увеличение спроса. Развиваться мы будем в любом случае. Если тем более нам будет государство идти на встречу по майским посланиям, которое было последним, то, что выступление было президентом Российской Федерации, что будет оказана максимальная поддержка как и покупателям, так, соответственно, и нам. Я уже не говорю только строительным, а все. Я думаю, мы станем самой процветающей страной. Нам обещают, конечно, что мы скоро станем. Но мы для этого сами должны работать. Подытоживая ранее сказанное, доступная ипотека в России год от года становится все более доступной и привлекательной. Она уже помогла многим россиянам справить новоселье. В прошлом году жилищные условия улучшили 3 миллиона семей. Теперь президент Путин ставит задачу поднять планку до 5 миллионов ежегодно. И одним из способов достижения цели видит в дальнейшем снижение ипотечных ставок. За последние 17 лет число выданных ипотек в России выросло с 4 тысяч до миллиона. А средняя ставка с 30% опустилась ниже 10%. Путин же ставит ориентир 8% годовых. В Татарстане ситуация следующая. За последние 4 года число оформленных жителям республики ипотек выросло на треть. Среди лидеров ипотечного кредитования в республике и банк Аверс. Какие условия, тарифы, преимущества он предлагает своим клиентам. Подробности от наших корреспондентов. Эксперты банковской сферы отмечают, все больше россиян стали брать жилье в ипотеку, а банки стали вести еще более ожесточенную конкурентную борьбу за клиентов, постепенно снижая ставки на новостройки и на вторичное жилье. Как результат, прирост новых клиентов, для которых ранее ипотека была недоступна. Покупатели квартир и домов, что называется, молодеют. Теперь даже молодые специалисты с небольшой зарплатой могут позволить себе жилье. А федеральные и республиканские программы поддержки молодых семей и льготных категорий населения сделали жилье еще более доступным. В апреле мы запустили ипотеку с государственной поддержкой на выгодных условиях. Благодаря этой программе улучшить свои жилищные условия смогут семьи, в которых родился второй и третий ребенок, начиная с 2018 года по 2022 год действия этой программы. Молодые родители также смогут использовать материнский сертификат в качестве первоначального взноса, что, естественно, уменьшает ежемесячную финансовую нагрузку на семью. К слову, как отмечает эксперт Банка Аверс, этим летом среднерыночная ставка может продолжить полномерное снижение. На данный момент мы работаем в диапазоне с рыночными клиентами. Тоже диапазон достаточно хороший от 9,5% до 9,75%. Но мы ожидаем летнего снижения тоже процентных ставок. Представители крупных региональных банков отмечают, что особой популярностью пользуется первичная недвижимость. Если еще несколько лет назад молодые семьи предпочитали покупать более доступные квартиры на вторичном рынке, то есть в старом фонде, например, одно- и двухкомнатной хрущевки Ленинградки, то сейчас все больше клиентов предпочитают сразу оформлять в ипотеку квартиры в новостройках. Конечно, расходы на ремонт квартиры, купленные в черновой отделке, никто не отменял. Но, как правило, банки предлагают процентную ставку ниже, чем на вторичном рынке. К тому же гораздо приятнее справить новоселье в новом жилье. Если объективно оценивать эти два вида недвижимости, можно отметить, современные крупные застройщики, учитывая требования власти, создают комфортную инфраструктуру сразу, не откладывая ее строительство на далекое будущее. Поэтому новоселы в придачу к квартире получают детские спортивные площадки, парки или скверы, площадки для выголоживотных, магазины, аптеки, платные клиники, школы раннего развития детей. Согласитесь, все это важно для комфортной жизни в городе. Клиент, когда оформляет ипотечную сделку, он уже обращает внимание на инфраструктуру жилого комплекса, на качество уже не только самого объекта недвижимости, но на качество всех построек, которые есть в ближайшем микрорайоне. Увеличение сделок по ипотеке также способствует тот факт, что цены на недвижимость стабилизировались. Цены на первичное и на вторичное жилье практически сравнялись, и продавцы вторичного рынка уже не могут диктовать свои условия. К слову, в банке Аверс можно оформить ипотеку практически на любой вид недвижимости. В банк могут обратиться льготные категории населения, молодые семьи, граждане, претендующие на ипотеку с господдержкой и так далее. В базовой линейке ипотечных кредитов предусмотрена возможность приобретения различных видов объектов недвижимости. Начиная от квартир многоквартирных домов, до домов с земельным участком, до дачных домиков, до просто земли, парковочных мест, гаражей, до комнат в квартире. То есть линейка очень широкая, покрывает все, в общем-то, объекты недвижимости. Клиенты, желающие снизить ставку по действующему кредиту, взятому в другом банке, могут воспользоваться программой рефинансирования в банке Аверс. Так можно существенно сэкономить личный и семейный бюджет, поскольку рынок кредитования изменился, ставки снизились, исчезла необходимость переплачивать за покупку по старым ставкам. Особенно у нас востребованы продукты, безусловно, продукты рефинансирования, это перезагрузка 2.0, и ипотечные продукты, это продукты приоритет, квадрат и счастье. На данный момент тренд по снижению рефинансирования замечен во всей России, потому что банки на данный момент снижают процентные ставки по текущим ипотечным программам. На данный момент в нашем банке тренда на снижение программы перезагрузки не замечено. Это достаточно популярный продукт, уже на протяжении достаточно долгого времени востребованный продукт. На данный момент мы можем спокойно по этому продукту конкурировать с федеральными банками. Клиентам предлагается снизить процентную ставку по ипотеке до 9,5% годовых. Для сотрудников группы компании Таиф до 9,25%. На данный момент мы ожидаем по этой программе изменения процентных ставок в сторону уменьшения с начала лета. Так что добро пожаловать к нам в банк. Таким образом вы сможете не только уменьшить свой ежемесячный платеж, вы сможете изменить срок кредитования, вы сможете изменить также состав заемщиков, тех, кто оформлял именно кредитный договор несколько лет назад. Таким образом, этим летом у жителей Татарстана есть все шансы купить недвижимость выгодно. Во-первых, за счет полномерного снижения ставок на ипотечные программы в банках. Во-вторых, за счет сезонного снижения цен на рынки недвижимости. В-третьих, благодаря действию различных программ для населения, которые призваны обеспечить россиян доступным жильем. В-четвертых, благодаря специальным программам в региональных банках. На сегодняшний день на ипотеку приходится около половины кредитного портфеля российских банков, если говорить о займах физических лиц. Увеличение этого показателя создает дополнительное пространство для роста экономики в целом. Если мы говорим о количестве семей, улучшающих жилищные условия, около трети из них делают это за счет ипотечного кредита сегодня. Надо отдать должное нашим строителям, за последние десятилетия они сделали серьезный, качественный рывок в развитии. Сегодня они уже предлагают своим клиентам не просто квадратные метры, а можно сказать, новый образ жизни. Но вернемся все-таки к теме ипотеки. Как ее взять на выгодных условиях, вам обязательно подскажут в банке «Аверс». Кстати, ипотеку можно взять не только на жилье, но и на любой другой объект недвижимости. Для этого в банке продолжает действовать ипотечная программа «Особая ипотека». В рамках этого продукта можно приобрести парковочное место и нежилое помещение в жилищном комплексе «Флагман». Сегодня порядка 50% мирового богатства составляет именно недвижимость. Она является акселератором экономики, потому что развивает смежные отрасли. Недвижимость – универсальный и надежный инструмент инвестиций. Особое внимание стоит уделить коммерческой недвижимости. Предприниматели, покупая коммерческую недвижимость, достигают сразу двух целей. Во-первых, инвестируют в проект, а во-вторых, в случае необходимости могут использовать помещение и для своего бизнеса. К слову, у покупателей-инвесторов также есть варианты. Можно заморозить часть средств недвижимости, а позже продать квадратные метры на растущем рынке. Другой вариант – сдавать помещение в аренду, оставаясь владельцем недвижимости. Коммерческая недвижимость подразделяется на офисные помещения, складские, торговые. Они, в свою очередь, могут относиться к определенному классу недвижимости в зависимости от состояния, условий, расположения. Например, помещения с коммуникациями в новостройке на первой линии будут стоить на рынке выше, чем остальные варианты. Наибольшим спросом по статистике пользуются офисные помещения. На рынке Казани есть ряд качественных предложений. Одно из них – офисы в жилом комплексе «Флагман». Это новые дома комфорт-класса прямо у метро «Проспект Победы». «Флагман» – это охраняемая территория с развитой инфраструктурой. Три высотных дома объединены благоустроенной территорией. Рядом расположена крытая парковка. Безусловно, парковочные места для нас с вами всегда сейчас актуальны. На данный момент застройщики предлагают достаточно укомплектованные, я бы сказала, уже микрорайоны, детскими площадками, уже встроенными магазинами в первые этажи жилых комплексов. Уже строятся сразу одновременно и детские сады, и строятся одновременно школы. То есть для того, чтобы все, в общем-то, было в пределах шаговой доступности. К слову, на нижних этажах здания уже выкуплена часть площадей. Новые владельцы недвижимости рассказали, что их в первую очередь привлекла выгодная стоимость и расположение. Сотрудники клиента компании могут без труда добраться до места на метро, а автомобилисты легко найти свободное место на паркинге. Среди новых владельцев и арендаторов представители малого и среднего бизнеса, а именно розничного сегмента, клиенты которых в первую очередь жители ближайших микрорайонов. Местные жители отмечают, удобно, когда салоны красоты, фитнес-студии, магазины, кондитерские школы раннего развития детей находятся в шаговой доступности. Однако далеко не у всех компаний есть необходимость принимать клиентов и покупателей. В здании расположились офисы, приобретенные предпринимателями для работы своих сотрудников. Для этого сегмента предпринимателей также важно удобное расположение и наличие парковки, а также инфраструктура для сотрудников. Удобно, когда рядом есть кафе, фитнес-студии, магазины, торговый центр, парк. Можно перекусить, прогуляться после работы или сделать нужные покупки в обеденный перерыв. Не все покупатели могут приобрести недвижимость за наличные. Поэтому самое время напомнить, ипотека – это банковский продукт не только для покупателей квартир. Предприниматели, желающие приобрести так называемую коммерцию, тоже могут воспользоваться этим видом кредита. В банке Аверс продолжает действовать ипотечный продукт «Особая ипотека». Программа «Особая ипотека» позволит вам приобрести место для машины или офис для вашего бизнеса под низкий процент. Спрос на ипотечные продукты растет, отмечают эксперты банковского сектора. Несмотря на то, что ставка будет постепенно снижаться в ближайшем будущем, недвижимость лучше подобрать уже сейчас. В новых комплексах квадратные метры раскупаются достаточно быстро. Ипотечный бум есть. Безусловно, это признают на самом деле сейчас все. Это связано прежде всего, во-первых, с низким уровнем инфляции, а во-вторых, что падение ключевой ставки. Падение ключевой ставки достаточно значительное, что повело в снижение процентных ставок всех банков. Этот тренд уже прошедшего года, он продолжается и в этом году. Для тех, кому интересна коммерческая недвижимость, в банке Аверс ипотечный кредит можно взять по особо выгодной ставке. Кредит от 100 тысяч до 15 миллионов рублей выдают на срок до 15 лет. Процентная ставка от 7,9% до 8,4%. Совершенно низкая процентная ставка, она у нас уже действует, в общем, достаточно длительное время. И у нас есть клиенты благодарные, которые смогли приобрести даже ни одно парковочное место в данном жилом комплексе. Минимальная сумма по данной программе составляет 10% всего, что тоже ниже, чем по всем ипотечным программам. Банк Аверс оперативно рассматривает заявки клиентов. Чтобы получить консультацию специалиста или подать документы на ипотеку, можно оставить контакты на сайте банка Аверс, посетить офис или позвонить по горячей линии. Подводя итоги, отметим, что эксперты довольно оптимистично оценивают перспективы развития ипотечного рынка в России, признавая, что ипотека остается одним из самых востребованных видов розничного кредитования. Тенденция по снижению ставок в текущем году сохранится, говорят они. И мы, жители России и Татарстана, хотим в это верить. Ведь это важно как для нас лично, так и для развития экономики, реальной экономики в целом. Это все на сегодня. С вами была программа «Реальная экономика». Я Тимур Бекморзин. Встретимся через неделю на телеканале «Новый век». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова